Вместе производить в Евросоюзе больше оружия. Такова цель оборонно-промышленной стратегии, которую предложила во вторник Европейская комиссия. До сих пор военное ведомство стран-членов опирались на концепцию быстрого реагирования на угрозы извне путем взаимодействия в рамках НАТО. Теперь союзники по ЕС будут вместе друг с другом готовиться отражать любое вооруженное нападение или атаку из киберпространства. Помощь Евросоюзу Украине в отражении российского вторжения показала, как быстро могут истощиться национальные арсеналы. Вместе пополнять их и обновлять боевые компьютеры рекомендует исполнительный вице-председатель Еврокомиссии. Еврокомиссия также предлагает создать для оборонной промышленности фонд размером в полтора миллиарда евро в течение двух лет. Он обеспечит доступ к финансированию для малых и средних компаний, занимающихся разработкой военной техники и технологии. Стремление Евросоюза обеспечить собственную защиту подогрета вторжением в Украину, возможностью того, что будущий президент Дональд Трамп выведет США из НАТО, а также уходом из ЕС Великобритании, которая долгое время скептически относилась к созданию европейской армии. Сотрудник Бельгийского королевского военного училища считает, что союз должен быть готов самостоятельно отвечать на любые конфликты. И все же на осуществление оборонно-промышленной стратегии будет выделено меньше чем 100 миллиардов евро, которые ранее обещал ответственный за ВПК еврокомиссар Тьерри Бретон. Чтобы высвободить на военные нужды дополнительные ресурсы, Еврокомиссия не исключает возможности использования доходов от замороженных российских активов. Но для этого потребуется согласие всех 27 стран-членов. Многие из них намерены и сами тратить на оборону 2% своего ВВП, как того требует НАТО. Редактор субтитров А.Семкин